так ну что всем привет это новая серия про шестерку небольшой такой будет жига влог сегодня будем дорабатывать и улучшать нашу шестерку в общем хочу поставить бесконтактную систему зажигания говорят с ней шестерка вообще идет на взлет ну разгон получше и оборот хорошие у меня стоит завода там на шестерке на белый ну обычное контактное зажигание кулачок и постоянно постоянно бывает не знаю наш карбюратор может и там эти контакты бывают и там обороты плавать до 500 то там 800 но обычно оставлю 800 ну когда едешь бывают на металлу и постоянно так обороты прыгают сейчас берем ключи вообще хотел гараж шестерку загнать но потом подумал там пилить забор надо все это делать облагораживать распилить и недолго потом и будет проходной двор и коровы зайдут и в общем как там доделаю тогда уже будем заниматься машинами в гараже так ладно сейчас берем ключи там причина 10 на 13 ключ на 10 надо взять ключи на 13 и шестерку поближе перегоним вот только что был дождик он кончился дождь кончился сейчас сюда поближе загоним шоу ну чтоб вдруг какой ключ чтобы не бегать 10 метров туда-сюда так что ребята как говорится на ю тубе готовьте чайку и погнали а подождите сейчас я вам покажу бесконтактная система зажигания драгоценная коробочка комплект для автомобилей вас классика классика ребята какой год производства делаем распаковочку и вперед на установку потом будем заменять разгон до сотни посмотрим как она в движении а вот даже написано увеличивается высокое напряжение энергия пускового разряда энергия понимать энергия будет улучшается работа 2 а улучшается пуск двигателя особенно в холодную погоду хорошо проверим зимой улучшается стабильность приемность как там что-то в общем машина я же говорю она такая резвая становится как будто там стоит турбина бесконтактная система предназначена для автомобилей 4 цилиндровых с рабочим объема двигателя 1600 и 1500 как раз у меня движок на шестерке 1680 сколько-то лошадиных сил так что у нас здесь инструкция как подключать понятно сам трамблер сделано в россии все видите как надо здесь немного смажем шлицы должны подойти 18 год сама катушка в общем катушка трамблер и коммутатор эти два провода подключается вот сюда на катушку так что идем подключать и должно все работать и чтобы у нас такого не было дело было не в бабе не кто там сидел в кабине правильно поехали так ничего берем наши ключики фиатовский и идем запускать пока дождя нет надо быстренько сделать а а а так ну что принимаемся за работу берем ключи на 8 на 10 здесь нам надо будет открутить ключом на 13 здесь на 10 здесь на 8 гайка здесь я сейчас поставлю метку ну примерно вот так вот чтоб этот не регулирует потом и все свечные провода свечи должны подойти чем меняем так сейчас поставим метки вытаскиваем все провода у нас же будет другой трамблер ведь оставляем середины про так отсюда провод до провода конечно у меня года три на задубели чувствуется сразу ну хотя это же не силикон берем ключик на 8 отсоединяем провода на самом деле вот этот трамблер он иногда делает мозги когда долго едешь куда-нибудь едешь 100 километров где-то проедешь уже видимо контакты подгорает и начинает машина не плохо заводится даже бывает не заводится потом выходишь снимаешь это и монеткой чистишь контакты вот они контактов здесь чуть попозже вам покажу монеткой там наждачной бумагой зачистишь и едешь опять я бывает дороге дергается неприятно бывает потоки едешь много машин реально трасса едешь и бац машина глохнет так ну вот гайки и открутил горячки открутил сейчас снимем его с кузова тут ключ ключ на 10 ох машина у нас по привод прям чувствую закат сразу уйдет кто-то наверно скажет продал бы эту рухлик купил бы нормальную машину понимаете как-то вот привык я классики не могу вот я уже охота ковыряться вот даже если машина не ломается все равно охота поковыряться такое знаете состояние каждый мужик нам должен в технике поковыряться это шестерка это же как конструкторы как велосипед его можно собрать разобрать тут ничего сложного нет же не бмв там не mercedes прямо здесь вот в колхозе я могу ее разобрать собрать тем более запчасти на каждом шагу реально вот реально здесь жил дед у него была классика там не знаю тройка или шестерка вот машина у меня сломалась шаровая да я залез на крышу какой-то деревне глухой залез на крышу взял шару и поставил и езжу нормально все я вот поэтому говорю на шестерку везде есть запчасти на любой там свалки на любой это металлоприемки поставил и поехал дальше на там на бмв там надо ждать месяц там с питера откуда-то запчасти заказывает а это видите конструктор так я снял катушку вот заводская катушка а эту мы катушку почистим от моем здесь уже ржавчина пошла все приведем ее в порядок теперь чё у нас чё у нас трамблер нас не здесь провод вот от него идет зеленый ключ на 13 берем что там все летит а ослабляем гаечку так положение я запомнил вот она так так ниточки вот раз 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 все вытаскиваем шланг и вот так руками надо ребята все шлицы здесь в норме смазка есть тоже почистим восстановим и потом поставим на место такса такса я все поснимал все поснимал можно здесь все протереть чтобы было красиво как говорится машина любит ласку и смазку если масса машина не ухаживать конечно она сломается протираем чтобы у нас тут все блестело пока есть доступ можно протереть так вон там грибок сейчас будем насаживать новый трамблер ставим наше навею тут два контакта б и к сейчас разберемся все на места своя кстати вот ключ удобно купил 8 10 12 100 рублей что ли всего но удобно я три в одном для классики самое то я не у рычаг видите так в руке удобно раз засунул так это масса масса это от этого тут на фары идут по-моему габариты в общем это масса тоже нужно без фанатизма затягиваемся аккуратненько что было крепко берем трамблера почему у меня здесь прокладки нету не пойму как так то блин где же прокладка должна быть так надо посмотреть вставляем крышку с ним так вот она система хорошо крутится люфт есть вверх-вниз такого люфта нету так вот так же нам нет вот так так чуть-чуть не совпадает смотри-ка если только так поставить так не подходит наверное вот так ладно все на место ставим гаечки шайбочки 13 сильно не подтягиваем нам же еще крутить вертеть настраивать вот так так что здесь стоит аккуратно шланг воздухокорректор ну блин что там болтается ну ладно будем знать все протерли все подтянута у нас ага слабо было так подтянули так ну что в принципе все сейчас куда-нибудь коммутатор повесим ну в кузов его не буду сверлить куда-нибудь его на штатное место поставлю желательно повыше где вода не брызгает вот сюда я повешу вот здесь вот такое место хорошее как раз отверстие есть ну под шуруп вот так вот поставлю так ну вроде подключил все правильно по схеме в общем сейчас я вам покажу как я подключил так смотрите вот коммутатор идет коммутатор да тут еще масса вот ее кузову куда-нибудь надо присобачить от коммутатора идет два провода коричневый и синий вот синий на нем бумажка такая плюс плюс в общем крепится на букву как скажу сейчас буква Б вот это плюс он крепится на букву Б в общем я делаю вот так вот плюс вот этот синий крепится вот на этот провод синий с черной полоской вот он он бывает еще зеленый с черной полоской зависит от года модели ну проводка разная а коричневый коричневый и тут единичка нарисована сейчас сюда вот засверлюсь и все будет нормально так в принципе все сейчас провода накидываю провода здесь идет ну стандартно сюда провод идет в центр ну а здесь по порядку первый первый к первому вот вот раз второй смотрите смотрите ко второму третий к третьему четвертый четверка здесь написано тут цифры есть на трамблере не хочет не хочет но карп客 вот вот это ну вот 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 на тахометре 0 оборотов сейчас прогреется хотя бы 50 посмотрим так то я вроде подкрутил но движок немного болтает так ну что замерим сейчас разгон до 100 я конечно понимаю потому что здесь все стоковое мотор обычный карп обычный и карпа здесь не настроенный вторая заслонка вообще тупит провалы так ну что ну ладно сейчас замерим надо конечно колеса подкачать у меня колеса еще немного спущены сейчас попробуем замерим надо было конечно свечи поставить хорошие у меня там свечи плохие главное хоть поставил бесконтактное зажигание это будет хоть какой-то плюс так все поехали дергает что-то дергает надо трамблер подкрутить вообще сильно дергает сейчас еще раз замерим что-то какое-то дергание такое на третьей скорости машина дергаться начала сейчас еще разок так температура 90 разворачиваемся на третьей скорости машины дергается на третьей вообще где-то 4000 оборотов даю и начинает дергаться надо посмотреть трамблер что там за проблемы немного подкрутил сейчас еще раз попробуем да странная тема дергается бежок какие-то провалы в общем будем решать по итогу 80 км в час набираю 4000 оборотов и уже машина почему-то дергается странно 7 из 2 7 из 6 20 секунд 20 секунд это кабзец что-то у него или карбюратор или что дергается вообще кошмар надо будет посмотреть не может же из-за этого трамблера так тупить так ну видите резина у меня немного спущена так-то резина хорошая шоссейная так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, вот такие получились замеры 20 секунд до 100 По заводу я не помню сколько там, 17 секунд Надо, короче, компрессию замерить Свечи посмотреть, карп посмотреть Провода посмотреть Ну, колеса подкачать И попробовать замерить Может, получше будет В общем, посмотрим Ладно, всем удачи И до следующего видео